Эй, их нахуй! Эй, их нахуй! Эй, их нахуй! Изначально акцию, приуроченную к Международному дню борьбы с гомофобией, планировали провести в форме перформанса – символической церемонии однополого бракосочетания. По информации организаторов, флешмоб должен был привлечь внимание к проблемам дискриминации гомосексуальных, бисексуальных и трансгендерных людей в Украине. Однако мирная акция завершилась, так и не начавшись. Перед началом мероприятия около Дворца бракосочетания, помимо защитников прав сексуальных меньшинств, начали собираться агрессивно настроенные люди. Акция переросла в перепалку между сторонами. Вот! Что это такое? Вот! 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 Жигайте! Вы кого защищаете? Эти люди подсорят нашу мать! За это наши парни воюют! Ганьба! 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 Агрессия начала проявляться после того, как вывесили егейский флаг на Льва. Ну, как еще? Можешь отреагировать? Почему такая яркая реакция? Ну, наверное, больше ненависть к таким людям. За что вы их не знаете? Ну, я уже, ну, мне не нравится просто однополые браки. Это ненормально, когда мужик с мужиком. Радикально настроенные молодые люди начали применять силу. В ход пошли баллончики с перцовкой, монтировка, камни и яйца с зеленкой. Для обеспечения безопасности полицейские забрали организаторов акции с места событий. Но агрессия радикалов также была направлена в сторону правоохранителей. Изначально для обеспечения безопасности на акции было привлечено три полицейских патруля. Такая реакция говорит о том, что уровень образованности и уровень толерантности в нашем обществе, к сожалению, очень низкий. И нужно проводить какие-то меры для того, чтобы этот уровень повышать. То есть нужно заниматься просветительством, во-первых. Нужно искоренять мифы, нужно искоренять стереотипы в головах людей. Опинитеся с другого боку барикад от людей, которые так же, как и я, хотят какой-то славы Украине, как они кричат. Для меня это очень некомфортно. Потому что, ну, чекайте, мы же начебто за однее, за эту Украину и за життя в ней, за комфортное и сручное життя. В результате стычки четверо участников конфликта доставили в райотдел. Ими оказались жители Харькова и области. Правоохранители установили, что двое из них ранее уже были судимы за кражи. Нарушения квалифицируют как угрозу или насилие относительно работников правоохранительных органов. В ходе столкновений пострадали двое полицейских. С ушибом теменной области головы их доставили в больницу и прооперировали. Как сообщили в пресс-службе нацполиции, состояние копов сейчас удовлетворительное. Тамара Данилова, Дмитрий Герасимов, Медиагруппа, Объектив.